Я ведь копил на Эолу ресурсы. Они снова не выпустили Йори Ран. Мы дождёмся Йори Рана! Обязательно дождёмся! У разработчиков на стриме получилось то, что не выходило сделать на протяжении многих патчей, а именно удивить всё комьюнити. С чем это связано? Почему разработчики решили не выкатывать рераны Олы? За что вдруг отдадут всем по 23 ивентовых крутки за сюжетные квесты архонтов? Как Дэхья стала худшим персонажем игры и попадёт в стандартный баннер? Зачем выпускать сразу двух легендарных персонажей одной стихии во второй половине баннеров? Ради чего показывать в официальной русскоязычной группе Геншина новые крылышки, которые в Китае получат за коллапс Пиццы Хат, а в других странах через Амазон Прайм Гейминг, недоступный для большей части русскоязычных игроков? Хватай вкусняшки, усаживайся поудобнее. Обо всём этом я и расскажу в ролике. Не хочешь возиться с VPN-изведением новых щитов, а сэкономить на донате хочется и не знаешь где? А сделать это можно на сайте GenshinDrop. Думаешь, скам? Донат здесь дешевле благодаря Кодошоп, официальному партнёру Genshin Impact, через который проходит оплата. Никакие сторонние приложения не могут прописать примогемы на твой официальный аккаунт, если только ты не любитель запрещенных приватных серверов. Донат происходит через UIT аккаунта, никаких паролей от него и передачи третьим лицам не нужно. Всё ещё сомневаешься? Я много раз донатил через GenshinDrop, даже делал это онлайн прямо на стриме, и никакого бана не случилось. Именно поэтому сейчас ты наслаждаешься этой интеграцией и знаешь как сэкономить на донате. А воспользоваться этим или нет, выбор за тобой. GenshinDrop. Сохрани свою почку, получай примогемы выгодно. По ссылке в описании. Начнём с хорошего, с халявных ивентовых круток. Получат их все, абсолютно. Если сюжетные главы архонтов ты уже закрыл, тогда через вкладку гида на выходе патча 3.5 можно будет сразу же забрать все 23 ивентовых крутки. Но в случае недавнего проникновения в мир Genshin, ты сможешь по мере прохождения сюжета и закрытия глав получить дополнительные крутки. А с чего вдруг такая халява? Это очевидно, чтобы потушить полыхание недовольных игроков. Многие, увидев такой подгон, закроют глаза на всё и скажут разработчикам... Даже некоторые ждуны Эолы могут сказать, ну и хорошо, а что Рерана не будет. Смогу побольше круточек накопить. Только во второй половине баннеров патча 3.5 будет Мика, один из лучших саппортов для физдамагеров. Можно сказать сигнатурный. О нём поподробнее поговорим в другом ролике. Любой мейнер Эолы просто обязан получить Мику. И вместо того, чтобы попытаться вытащить пару созвездий любимой Эоле, выбивая Мику, придётся крутить Аяку или Шиньхэ. Это же гениально! В игре уже есть некоторые саппорты, как Гора или Сара, созданные специально для Ита или Райден. Только до этого их всегда выпускали вместе, чтобы пока ты крутишь созвездия на Райден, выпадали созвездия на Сару. А теперь разработчики готовят нас к новой схеме, приносящей больше бабла. То есть в будущем они планируют и дальше выпускать специальных саппортов для некоторых легендарок. Но закидывать их в разные баннеры. Чтобы киты расчехляли кошельки и донатили больше. Поэтому не удивляйся, если выйдет реран Райден, только уже без Сары. Что же насчёт Аяки с Шиньхэ, двух легендарных Крио персонажей в одной половине патча? Думаю, многие из вас уже давно слышали про тройные баннеры. Их появление было вопросом времени. И я не удивлюсь, если на следующем стриме разработчики скажут, Вот в игре выходит много новых легендарных персонажей. Из-за этого нам пришлось закинуть Дэхи в стандартный баннер и выпустить рераны двух одинаковых по стихии легендарок. Многим игрокам не понравилось решение с Дэхи в стандарте. И мы нашли выход из сложившейся ситуации. Встречайте! Тройные баннеры! Нихуя же! Жаль, но Дэхи просто стала жертвой плана разработчиков. Но вот вам 23 ивентовых крутки и все довольны. В первую очередь разработчики смотрят на доход. Именно этим обусловлены все решения с баннерами. Поэтому логику реранов стоит искать в этом направлении. И осуждать разработчиков за подобное не стоит. Бесплатные игры для того и создаются, чтобы заработать денег. А Эолу удалять никто не будет. Выпустят позже отдельно от Мики. Ведь ее недостаточно долго ждут. Всего лишь с декабря 2021 года. Специально подогревают интерес к ее баннеру. Только ты Мику покрутить не забудь, чтобы 100% гарант себе сбить. А как насчет новых крыльев? Если смотреть на них от лица игроков зарубежья, тут никакого скама нет. Но зачем выпускать новость о них в русскоязычной группе, если для многих они недоступны? Ну, точнее, уже доступны некоторыми обходными путями. Как их получить, рассказывал Атлас в своем недавнем ролике. А во-вторых, если новость выпустили, написав, что способ получения крылышек будет объявлен позже, то значит, что забрать их можно будет не только через Прайм Гейминг или Пицца Хат. Наверняка появится другой способ для некоторых русскоязычных игроков. О появлении этого способа я обязательно сообщу в Телеграм-группе. Хотя будет забавно, если этот пост выложили по ошибке. А что ты думаешь о недавних решениях разработчиков? Welcome to комментарии. И на этом у меня все. Жду тебя в следующих роликах или моей Телеграм-дискорд-группе. Также на стримы залетай, как время будет. Все ссылки в описании. Ну и... ПОКЕДО! ПОКЕДО!